Здравствуйте, меня зовут Владислав Эдуардович, в этом уроке мы с вами рассмотрим следующее. Помните, в предыдущем уроке в автокаде 2012 была вкладочка онлайн. Сейчас у нас автокад 2011, никаких вкладок онлайн нету. А нету потому, что эта технология появилась лишь начиная с автокад версии 2012. Но однако разработчики не забыли и тех людей, кто работает в автокад 2011 и в автокад 2010. И разработали специальные установочные плагины, которые можно скачать, запустить, они все сами поставятся и здесь появится вот эта вкладочка. Давайте я вам покажу, как это делается. Опять заходим на autokadvs.com, слэш, вот эта вот наклонная черта, вводим эту черту и пишем. Можно, конечно, двумя путями, можно вот так вот написать. Так, что-то нету. Ага, я понял свою ошибку. Downloads. А можно зайти в ваш аккаунт автокада vs. и там вверху будет вот такая вот, помните, кнопки или ссылки для управления нашим аккаунтом. И там будет плагин. Плагин. Или autokadvs плагин, я уже немножко подзабыл. Нажимаете и попадаете на эту страничку. Эта страничка создана специально для этого плагина. Вот есть здесь маленькое описание. А внизу кнопки для скачивания нашей программы. То есть нашего плагина для определенных версий программ. Тут видите, для автокада 11 и автокад 10, а также для облегченной версии данного автокада. Больше пока плагинов не придумали для других, более старших версий программы. Ну да ладно. У нас 2011 автокад, давайте приступим. Выбираем автокад 2011. У меня 32-битная версия автокада. Так, русский язык. Вот его я выбрал. Нажимаю. Автоматически задание переносится в менеджер заказчик. Что это такое? На сайте я вам уроки давал. Вот он как выглядит. Сейчас передвину. Вот началась закачка файла. Вот смотрите, вот этот вот. 53 мегабайта. Уже 2 мегабайта закачалось. Осталось 7 минут. Значит я урок приостанавливаю. И включаю его ровно через 7 минут. Так, плагин у нас скачался. Теперь закрываю я автокад 2011. Запускаю этот плагин. Больше ничего не надо. Сейчас я указываю произвольную папочку. Эта информация затем сотрется. То есть сначала идет распаковка в эту папку. Затем из этой папки автоматически запускается файл setup.exe. И происходит установка плагина. А затем эта папка стирается. Появляется такое окошко, в котором единственная кнопочка установка программ. Я согласен. Нажмем далее внизу. Все, происходит установка плагина. Плагин установился. Готово. Внизу. Все. Теперь мы запускаем опять же наш автокад. Автокад запустился. Вот у нас еще вкладочка дублирующая появилась этого плагина. Мы ее закроем. Так как у нас есть стандартная вкладка на ленте. Сейчас я все позакрываю тут всплывающее. Называется она у нас интерактивный режим. Я вот на эти две стрелки нажимаю. И интерактивный режим. Я его включаю таким способом, так как у меня сжато само окно автокада. У вас же будет вкладочка, вот как вот эти написаны. Так, интерактивный режим нажимаю. Выбираю вкладку. Вот как она выглядит. Все точно то же самое. Выгрузка. Управление выгрузкой. Но сначала нужно войти в систему. Опять же входим. Входим. Подключаемся. И вот мы получаем окошко наше управление выгрузкой. Затем выгрузить несколько файлов. Открыть в интерактивном режиме. То есть открыть в интерактивной среде автокад. Автокад ВС в вкладке редактор. Открыть там же, но во вкладке проводник. Посмотреть историю изменений. Общий доступ к чертежу. То есть прицепить к нему пользователей. Назначить ему права. Получить ссылку. То есть быстро, очень быстро получить ссылку на этот чертеж. Для того, чтобы дать ее другому человеку попасть на вкладку сообщения. В среде интерактивный автокад. А вот эта штука, это приложение для мобильных устройств. К сожалению у меня мобильного телефона такого с андроидом нету. Я пока не смогу вам показать. Но как только приобрету. Я непременно сниму что-нибудь дополнительное. Какой урок и покажу как все работает. Ну вот и все. Все просто. Точно так же выполняется установка и на автокад 2010. Только вы здесь. Вот здесь вот. Выбираете не ту табличку. А автокад 2010 продукт. В вашу версию. И язык. Меню или язык. На котором установлен автокад. Язык интерфейса. А это для облегченной версии. Здесь тоже самое. 32-битная версия и 64-битная версия. Ну внизу описаны этой страничке кратенько основные свойства. Которые может выполнять данный плагин. Абонидная версия. Огонидная версия.